Наверное, отталкивается от личной игры Манту, да? Все же трейн это для снайперов. Не, ну, Аутиматик, несмотря на то, что намного меньше киллов дал и намного больше умер, чем Манту, в целом по игре смотрелся ничуть не хуже. Единственное, что, ну, это не всегда удавалось реализовать, не всегда команда могла его в этом поддержать и так далее. Да, так-то, да, действительно, очень достойно он отыгрывал. Поэтому здесь, возможно, увидим крутое противостояние двух снайперов. Генжил, атаки на своем пике, направляется по точку Б, здесь в данном тайминге всего лишь два игрока обороны. Ну и сверхнизу Алекси Би может зайти в плохих таймингах для себя Манту. Дефолтная позиция, не залетает по стрельбе, уже проходят его, и это меньшинство. Да, но хорошо заходит Вальды, есть первый минус Исса, также дает свой фраг, Аутиматик. Проседая серьезно, 68 хп, а халпа, так это будет? Да, вот Куста приходит на подкрепу. И остаются три в три команды. Алексей Би залез на собачий вагон. Соперники, несмотря на то, что рассекретил, забрать-то тут пока тяжеловато. Вместе с тиммейтами продвигаются, Аутиматика уничтожили. Время начинает немного давить на команду ООГ. Забрали Кусту, а вот теперь уже попроще. Экзист 1, 46 хп, 0 армора, 0 хп теперь тоже. И Са, квадрокилл. Напоминаю, первую пистолетку на первой карте тоже он затащил, да, в трипл. А были киты вообще по точке Б? Я не обратил внимания. Вроде как не было, потому что смоук флешки были у опорника. Так что рисковали, как по мне, ООГ, но все же смогли выйти на этот ретейк. И как итог, была установлена бомба. И сейчас нас ждет бай от команды Ген-Жи. Кстати, на первой карте это сработало. Да. На первой карте, если помните, друзья, они проиграв пистолетку, дальше повели в счете 3-1. Здесь можно сделать нечто подобное. Так, тут два дегла, два АК и скаут. Контроль карты, два игрока направляются в сторону зелени. Там контр-агрессия от ООГ. Алексей Пи под флешку. Шикарный врыв, но по стрельбе какие проблемы. Не отдает свою жизнь. Да. Плюс, возможно, сейчас девайс добыть для игроков Ген-Жи. Правда, там как раз находились два игрока с пушками. Маловероятно, удастся что-то унести. Как ни крути, большинство очень важный фактор на карте Д-Трэйн. Защиту можно растягивать и выходить на одну из точек, где будет только один опорник. В данном случае это Б, где только один Вальдо находится с Фамасом. Приходит на помощь Манту с легкой снайперской винтовкой. И, судя по всему, Ген-Жи будут выходить под точку. Да, большинство вроде Б. Есть пару смоков. Да, у Криза вообще полный раскид. Да, у Криза все четыре гранаты, выход по точку Б. Два игрока и Иса также приходит на помощь. Здесь будет под А раскидывать свои гранаты. Возможно, даже покажет свое присутствие чуть позже со скаутом. Но в этом нет большой необходимости. Там, в свою очередь, Манту готов вверх принимать. Прям уже навелся на аутематика. Можно давать шот. Попадания, правда, не было, но справляется Вальде. Давай, два килла. Еще Иса есть, который сейчас может пройти в сайт. Забирает аутематика. Ну и остается только Криз на 27 хп. Не к Зист на 20. И раунд перевернуть такими силами будет тяжело. 10 секунд на таймере. Неужели они уходят на сейв? Да. Сейв АК, это хорошо. А вот сейвить скаут, конечно, к Зисту, наверное, довольно обидно. Не смогли выйти по точку Б. У Джи почувствовали, знаешь, угрозу, что, похоже, перетяжка по точку Б. Фактор вот этого сейва, это полная сейчас дичь для команды Ген-Джи, потому что экономика разрознена. Два игрока не обладают вообще какими-то денежками. А еще у троих нет возможности закупиться. Кстати говоря, о денежке-то, друзья, не забывайте заходить на Pinnacle, регистрироваться по ссылке pinflash.gg slash flashpoint, либо по баннерам под трансляции. Вносите от 10 евро на свой депозит и получаете шанс выиграть Shadow Dagger с ультрафиолет. И на следующей неделе будут еще призы. Так что в розыгрышах участвуйте, ребят. Ну а пока что у нас третий раунд. Вот два игрока могли засейвить себе девайсы. И разделились. Сплит точки А, судя по всему, от Ген-Джи. Три игрока будут действовать через Айви. Такой разбайт на сбор информации. И в итоге Алекси Б идет в упор. Это круто с MP9. Тут если будет буст, он его быстро разберет. Гзист полез и... И не залез, кстати говоря. Он на холодос, но все-таки голову потерял. Алекси Б тут оказалось... Кусти падает скаутом. Спасибо. Там еще один минус был тем временем от Иссы. Алекси Б можно, кстати говоря, под флешку и из смоката выпрыгнуть. Но никто флешку накидывать ему не идет. Поэтому пока постоит здесь. Но вот с другой стороны Куста без армора. С этим скаутом для Алекси Б можно стать легкой мишенью. Последние три игрока Ген-Джи. Выход через зелень. Алекси Б все это дело будет принимать. Да и в целом тиммейты поблизости. Я не думаю, что будут какие-то проблемы остановить вот этот коридор. Да, там похоже, что 3-0. Там Исс должно быть дальше приемки зелени. Ну, хотя вот забрали Иссу. Девайс там подсевит, скорее всего. Но, тем не менее, потери не необходимы. Аутиматик реализует. АК-47 пока на один килл. Килл для второй. О! Быстренько с ним Вальде разбирается. Ну и побежал на подбор девайса. Коллектив ОУДЖИ. Будет ли снайперская винтовка сейчас в защите? Трейн без авика. Непросто играть. Потому что в атаке-то будет хороший бай. Да не будет там хорошего бай. Там два игрока по 300 долларов в прошлом раунде. Точно, точно. Все, забыл. Вот. И это... С одной стороны, хочется подсевить калаш. Попробовать в следующем раунде отыграться. С другой стороны, вот эта рваная экономика. Очень сильный отпечаток дальше на игру накладывает в целом. Смотри. Мак, Галил. Вроде авик есть. Круто. Но гранат мало. А половина игроков играет не с теми девайсами, с которыми хотели бы. И вот такое интересное решение от команды ОУДЖИ. В четвертом раунде. Укрепление точки Б. При этом есть уже игрок на Олаф. И, судя по всему, Олег себе об этом не подозревает. НБК, кстати, в игре пока не участвует. Иса! От открытия от Вальды. Никто не ожидал. Пара киллов от него. Пара от Манту. Крис последний с маком под точкой А. Ну и, кстати, возможность для НБК начать принимать участие в игре. Насколько было сейчас идеально правильное решение. Укрепить точку Б. Вот именно вот так вот на старте, можно сказать, на первом оружейном. И, действительно, Генжи к этому не были готовы. Последний Крис. Один в четыре. Ну, его в спину тут уже не подбивать. Олег себе. Легкий минус. 4-0. Одна лишь потеря в очередной раз и команда ОУДЖИ, как в прошлом раунде. Ничего страшного. В свою очередь, нет денег на полноценный бай Генжи. Но зато есть деньги на опасный бай с кучей пистолетов, гранат и арморов. Пара киллов от Манту. ИСа скорее был как приманка. Ну и вот спрейдаун от Вальда просто лишил любых шансов команду Генжи на этот раунд. А я почему-то поверил, что ИСа сейчас сможет забрать одного, а то и двоих. Ну, в итоге, своя установка была. Тиммейты доработали. И теперь не дефолт, не пистолеты. Плюс один АК-47 на руках у Гзиста. Почему Гзист? Вот такой вот первый вопрос. А второй вопрос. Кусто остается только с 1000 долларов. Все, это уже минус Гзист. Ну, там, да. Олексиби, конечно, с одним ХП остался. Но, как ни крути, в меньшинстве у вас дальше только пистолеты остаются на руках. И шанс реализовать их слишком низок. Тем более, что вас отстреливают по всей карте. НБК был уничтожен. Некие успехи в этом раунде, конечно, проглядываются у команды Генжи. Но такое ощущение, что они так с одним килом за раунд идут идти дальше по карте. Потому что пока не удается большего добиться в большинстве раундов. Здесь действительно только одно убийство. И у Кусты, ну, 4 с лишним тысячи имеется. Он, конечно, закупится. Но почему Гзисту дали калаш? Непонятно. Были другие ребята с арморами? Гзист авторитетом, похоже, задавил. Говорит, так, калаш мне. И никак иначе. Пока что это 5-0. И уже продолжает вот эту тенденцию. Доминирует на карте. Уже и на пике соперника. Но мы знаем, что вот этот счет до 5-0, 7-0 очень скользкий. Вот такой, когда вот, знаешь, одна ошибка. И потом тяжело вернуться такой уверенностью в раунды. Снова снайперская винтовка для аутематика. Ну и спокойный, медленный раунд в исполнении атаки. Смоком закрывает мейн ИСа. Но оттуда уже полетели игроки. Он флешку задолжил. Говорит, так, один есть на... Ух, на Олафе. Он забирает... О, а там НБК все-таки подключается. Я думал, это ИСа сделал. Алексей Бит тут же разбирается с Кустой, которая и без того был убитым. Гзист, 4 КП. Пока безуспешно. Перезарядка была от НБК. Но Криз не стал его ловить. И тут же погиб прям в смоук. Реально... Ну, тут тайм-аут нужен команде Бенжи. Да, срочная пауза. Все просто сыпется из рук. Срочная пауза. Нужна Генжи. Если все так же будет продолжаться, ребята зальют и вторую карту. Абсолютно не клеится игра в атаке. Вот круто бы, наверное, сейчас было, знаешь, в защите начать на своем пике. То есть как-то так подрасслабиться, набрать там раундов 10. Да, да. Но вот после первой карты, будучи проиграть вот так вот ее в салат, да? А вторую Абик взять? Нет? Нет. Нет. Пусть и свой пик, но начинать в атаке трейн не так просто. Пусть и свой? Пусть и свой, да. Ай-яй-яй-яй-яй. 1.20 коэффициент на команду OG. Вот он MBK, который подключился вовремя. Тут же разобрался с Кризом, который десантировался к нему вверх-вниз. Непонятно, Криз не стал ловить соперника, когда тот был на релоуде прямо перед ним. Побоялся выходить в смоук, подумал, что тут успеет отреагировать. Непонятно, но как ни крути, сейчас команда Генжи решает закупиться с тремя Галилами Калашом и Скаутом. Такой раунд надежды. С топовыми девайсами не смогли добыть победу в раунде. Ну, сейчас уже будут без снайперской винтовки. Нет полноценных АК-47. Только Криз имеет в своих руках. Вот, кстати, статистика БНТ-то 0.6. Да и в целом там тиммейтов все очень грустно на данный момент. Да, толком убийства они не делали. Получается 8 киллов за 6 раундов. Ну вот в этом раунде, в принципе, неплохое решение. Выйти большинством через зелень. У Джи все же ждут выход по точку Б. А ведь там всего лишь один игрок. Сдерживает на себе БНТ. У него есть флешка граната, флешка и смок. Ну и похоже, что подставится под снайперскую винтовку. Нет, бывает откинуть гранату. Да, смоком перекрывает, вижу, снайперу. Он получает молик в ответ. В любом случае, не особо-то и торопились они под Б выходить. Тут просто развлекает БНТ от своих оппонентов. Куста притаялся за дымом. Алекси Би пытается его выловить. Полетел дополнительный смок. Алекси Би в этот смок уходит. Понимаю, что соперник, вполне вероятно, может и в него нырнуть. С тиммейтом. О-ой-ой-ой-ой-ой, вот это сюрприз. Естественно, Алекси Би ничего в данной ситуации не видел. А это плюс М-ка для Кусты. Ну и дальше уже приемка точки АМН очень сильно осложняется для МБК. Он смещается все дальше с позиции. Кусту начекали. Куста попытается продавить МБК, давить французского игрока. Но МБК не так прост. Минус один, минус второй. И тут же ИСА подключился. Ай, как чисто для команды ОЛГ. Вновь только одна потеря. Девять киллов за семь раундов от команды Ген-Джи. Но было опасно. 16-5 в прошлый раз выиграли. Практически весь раунд ОЛГ делали ставку на точку Б. И Алексей Бини сыграл в зелени. Но НБК, папа НБК, как он жестко включился в эпизод и шикарный трипл. Даже не радуется. Мы даже больше радуемся. Глазами вроде улыбается, да. Но сосредоточен на игре. Тоже, парень, научен опытом, что и после счета 10-0 можно проиграть карту, если начинаешь расслабляться. Вообще, стоит отметить, что довольно сосредоточенные игроки на ОЛГ. Несмотря на разгромную победу на Мираже, сидели прям такие угрюмые. На трейне сейчас ведут. Обидно, что мы видим команду Ген-Джи только вот с этого ракурса. Не с фронтальных камер, как это мы видим, например, с ОЛГ. Потому что за их реакциями тоже интересно было бы понаблюдать. Да там все грустно. Ребята понимают, что сегодня у них ничего не получается. Вы знаете, зеркальное состояние. Если в первом матче ОЛГ, вроде все делали как обычно, но... Никто не мог как-то включиться, подтащить свою команду в нужном раунде. А то сегодня в такой ситуации Ген-Джи. Только не дефолтные пистолеты, нет ни одной гранаты. Творческий раунд. Постараются где-то найти перестрелки для себя. И совпаджиме. А тут ловушка. Такая интересная комбинация. Аккуратно действует. Недостаточно. Знаешь... Тяжело. Тяжело понять, когда у тебя все хорошо. Ты ведешь 7-0, да? И... Такие поджимы, знаешь, прям вот. Уже не терпится постоять на своей там позиции комфортной для себя, да? Да, с одной стороны ты прав. Но вот с другой все-таки стоит отметить, как много раундов в целом ОЛГ провели агрессивно. То есть зелень поджимали неоднократно. Но не по одному. Не по одному. Ну, Олег себе и в соло поджимал. Под флешку тиммейта, конечно. Но все-таки, да. В основном действовали действительно там вот как в поджиме Б. Втроем вообще участвовали. И жестко развалили соперника. Но он, с другой стороны, понимал, что... Ну, тут отнесу я им калашку. Какая разница. Вот, в принципе, его команда уже в большинстве. И на точку А выйти будет очень тяжело. А на таймере всего 30 секунд. Постепенно продвигается пара игроков. На вагоне сидит Алексей Би. Легкие пару киллов может сообразить. Там, правда, еще на верхнизе есть боец. О, куст. Такой вот тут есть импостер. Надо бы его найти. Минус криз. Информацию у Алексей Би имеется по оппонентам. Он тут же разбирается с одним. Выходит на второго. Но манту казнит его чуть раньше. Три калаша так и остается у команды ОЛГ. Уже потеряли одну М-ку. И вновь только один килл. Сколько раундов с одним киллом? С одним единственным. Причем первый пришел сам. В гости. Да, да, да. А у него могло бы и не быть. Алексей Би классно сыграл на самом деле. Ты ничего не делаешь, но на самом деле ты делаешь все. То есть он спалил свою позицию, да, между и закрылся в ней. Он сдерживал жестко соперника, да. А они понимали, что вот-вот он должен в какой-то момент открыться. Но нет. Просто сделал все идеально. Верно. Ну и выход по точку А. Быстрый. Уже просаживается по ХП. 13 остается у Криза. В итоге подставляется под НБК. По джиме точки Б Вальда находит фраг по аутиматику. Остается агрессивность здесь же. Ну, уже погибает. Уже большинство смогли нарыть на старте раунда. А тут у нас Иса еще за собакой. Один килл пока есть. Но тут уж точно должен быть второй. Опорник АБ должны срезать подразмен. Ису прошли. Он даже килла не успел выписать. Ну и в итоге 3 в 3. Но Манту приближается к сопернику. Как охотник вылавливает свою жертву. Он есть минус по Бентету, но очень глубоко уже прошел Куста. Который и казнит самого Манту. По Куста есть информация. Но он успевает уничтожить МБК до того, как тот предпримет что-то. И Алекси Би остается 1 в 2. Самый близкий раунд для Ген-Джи. И они обязаны его забирать. Иначе будет слишком тяжело. Но Алекси Би видит Гзистану. В спине у него Куста. И это первый раунд для Ген-Джи на своем пике. Дождались. Заигрались. Не знаю, я буду прям кривее. Я недоволен командой ОДжи, несмотря на счет. Понимаешь, уже какой-то кураж словили. Вальде. Классно нашел фраг. 5 в 3 ситуация. Просто отойдите и доиграйте этот раунд. В итоге решил сделать повторный репик над Смаком. И пошло-поехало. 8-1. Пока что это победа на первой половине от ОДжи. Вопрос только с каким счетом по итогу. Спорим сейчас только 1 килл. И 9-1. Да нет, я бы хотел, чтобы прям... А я тебе говорю... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И даже 1 килла, возможно, не удастся команде Ген-Джи дать. Нет, вот он все-таки. Вот и он. И все, 1 килл и 9-1. Но не могут просто сейчас Ген-Джи ничего поделать соперникам. И нет денег. Ну, типа, как бы, на паре игроков есть. Если мы уже видели такие баи в Ген-Джи. Если у кого-то хватает денег на баи, они закупаются. То здесь вполне вероятно мы что-то подобное увидим. Но тут ОДжи жестко ворвались. То есть это не вот этот врыв от ИСы в соло в мейн. Здесь они действовали массово. Капитально. Закупили 1 АК. Есть куча пистолетов. Арморы. У многих игроков. Единственное, нет даже флешек. Зато ХАЕК. ХАЕшка, да. Сейчас можно будет ее неплохо применить. А точку Б смещается большинством. Где в данных таймингах только Вальде. Ну и, конечно же, постараются как-то удивить команду ОДжи в 11 раунде. Я думаю, надежды немного. Уже один девайс. Мне нравится, как манту действует. Он постоянно перетягивается. Двигается по карте. То по точке Б, то по точке А. Вальде ждет вверх. Низ принимает манту. Только двое под точкой Б. Ну, пока вот безответные киллы от Вальдемара. Но пропускает манту своих оппонентов в сайт. Но все-таки далее казнит кусту. Бомбу удастся ли забрать сверху? Да, скорее всего, нет. Их, Криза добивают. И остается только Гзист. Один в пять. Но у манту один хп, тридцать два у Вальда и шестнадцать у МБК. Вот кого-нибудь из них бы найти. А желательно всех троих. И остаться один в два. Вот это было бы круто. У него, кстати, есть ХЕ. Ну, его принимает Алексей Бейт. Самый... Ты смотри, сейчас припай. Стокиповый. Оп, все. Эффектный фраг от Зиста. Один килл от команды Генжи есть. Сейчас по гранату еще такую, знаешь, рикошетами. Его просто со всех сторон закрыли. Нему и на А не выйдет. И он понимает, что сейчас на Б, скорее всего, три ствола в его направлении смотрят. Ну, и в попытке пройти как раз под Б его и должны убить. Семь манту. Уже два фрага. Или же все-таки одного только выбили. А, там красный манту. С одним хп манту выжил. Стабильность, признак мастерства. Семнадцать, получается, киллов у всей команды Генжи. Генжи. Примерно столько за первую половину на Мираже имел манту. Да, даже больше, наверное. Пока действительно все не клеится. Ну, и хороший бай для Генжи. Снайперская винтовка. 4К-47. По 10 скиллов у каждого игрока ООГ, кроме НБК, который решил выделиться, выпендриться. Так, Бентед почти поймал Вальде на прокиде гранат. Но все-таки выловить оппонента не сумел. Двойка действует через зелень. НБК снова поджимает сотку. Не стал смоком пока что закрывать позицию. Но после пары выстрелов с Авика, понимаю, что соперник, скорее всего, пикать его и не собирается особо в ближайшее время. Иса там вверх-вниз завоевывает, отгоняя с позиции Криза, который на секунду туда заглянул. В целом, сейчас неплохо выглядит Генжи, так как есть контроли по точке Б, и в то же время пятый игрок у нас к ЗИС на зелени. Вопрос только к самому выходу. Получится ли скрыть позицию, например, НБК? Математик должен будет его наказать. Даже вот эти стройки не помогут по идее НБК, но тут прострейкнулся грамотно. И пуля пролетела мимо. Далее смоком закрывается мейн. 40 секунд у команды Генжи для того, чтобы свой выход сообразить. Поставить бомбу и попытаться забрать раунд. Довольно мало гранат остается у самой команды ОГ. Но важно, что у Вальды есть зажигательная граната, которая может сдержать оппонента. Но она уже полетела наверх. Тем временем поджим от Алекси Би. В смоке находит Гзиста. И атака смещается под Б. Куда также уже следует и Алекси Би на подмогу Вальды. И сейчас сюда придет уже вся остальная команда ОГ. Есть минус по Вальдемару. НБК тут же отвечает двумя киллами. И последнего добивает манту. Один килл от команды Генжи. Традиции не нарушаются. Один килл и один раунд. Пока что в копилке данной команды. А это их пик. 18 киллов. Не знаю, я прям вот... Почему-то я чувствовал сегодня, что такое возможно. Это, конечно, грустно, что мы видим контрстрайк в один ворота. Но такое бывает. Сегодня везет одним, завтра другим. Это тоже дело не в везении. Не, я имею ввиду, брат, первый матч. Все же там, знаешь, на кураже. Так и не без везения. Генжи выиграли 2-0. Где-то как-то вот... Не доигрывали оппоненты. И таймауты не берут Генжи. Только мы не видим от них таймаутов. Что странно. При таком счете. И при том, что творится на сервере. Тут Алекси Би просто в соло прожимает зелень. Забирает двоих. Выбивает бомбу. Говорит манту. Слушай, тут бомба лежит. Давай-ка. Савик ее поконтролишь. Аутематика, кстати говоря, может пройти в спины. И никто его здесь не ждет. Потому что он прошел мимо ИСы. ИСу можно не убивать. Не убивать. А вот двоих забрать интереснее. Один, второй. Ах, не успел навестись на ИСу. Забрал НБК. Но Кристу Джи минус стейка оформил. Но! Ну допустим. Вот вы убили двоих. О, мы-то под контролем защиты. Что делать-то с этим? Нужно ее идти выбивать. Оу, минус Вальдемар. Два в два. 50 секунд. В принципе, еще возможно. Но нужно дождаться помощь Криза. И действовать вместе. И вот если вскрывают Алекси Би, там манту-то находится очень далеко. Забирать бомбу, уходить по точку Б вполне. Да, но бомбу он вполне вероятно сможет проконтролить. Она все-таки лежит у него под обзором. Полетел раскид от команды Ген-Жи. Ну и Алекси Би стоит на контакте. Уже двоих он забирал в этом раунде. Готов повторить свои успехи. Еще пара киллов. 20 секунд на таймере. Они реально никуда уже не унести ее не успеют. Ты понимаешь, что тут очень тяжело будет им раунд выиграть. Бенте 23 хп остается после контакта. Выход по точку А. Тут уже манту сосредоточен на своем прицеле. Уводит от него. Так вот эффектным прыжком. Ну и 1 в 2. На последней секунде ставится бомба. Оу. Кто кого. Бентет красный. Знал бы об этом манту. Бентет. Время от времени выглядывает. С одной, с другой стороны прыгнул. Тут попытался на Узума манту выцепить соперника. Савика не добил. А вот с P250 Бентета он все-таки уничтожил. И это 12-й раунд для ООГ. В прошлый раз половина закончилась со счетом 12-3. В рамках карты Детрейн между этими двумя командами. Правда в пользу команды Ген-Джи, которая играла за атаку. А, то есть там даже настолько все было, да? Печально. 12-3, ну и потом 16-5. ООГ в защите взяли 3 раунда. На этот раз, да, конечно. Абсолютно другой контур-страйк. Но смотри. Уже убили четверых. В живых остался всего лишь один манту. По сути, если взять сейчас последние все раунды, да, и... Такое на трей невозможно. Единственное, наверное, не по такой игре, которую мы сегодня видим. Потому что ребята из Ген-Джи выглядят потеряно. Ну и дроп вверх-вниз. А тут Иса принимает это дело. Есть минус по Бентету, но Аутематик моментальный размен дает. На то и был рассчитан этот мув. По ХП остается у Аутематика, правда. После ХАЭшки, которая залетела туда же вверх-вниз. Ну и он просто отступает. Оп, еще одна под манту. 34 теперь у него. Но при этом сотку прожали ОУДЖИ. И там игрок с бомбой. И сейчас будет встреча. Куста просто может быть к этому не готов. Но он забирает Алексей Би. МБК. Дальше. На страйфе. Не успевает реагировать. Куста оказался готов. Итак, вдвоем. Вальда и манту. Один под А, другой под Б. Но уже смещается Вальда на подмогу тиммейту. Хорошая возможность зацепиться за второй раунд. И сейчас у ребят действительно все для этого есть. Манту красный. Идет на сбор информации игрок через зелень. И как только он встретит манту, сразу же его тиммейты выйдут по точку Б. Хотя там уже, по-моему, вышел Аутематик. С АВП вот так вот не побоялся. Скрывает точку Б. О, Криз прошел мимо Вальда. О, какой тайминг. А Вальда это не чувствует. И все. И ретейк точки Б очень сильно осложняется благодаря позиции Криза. Который сейчас находится в районе коннектора. Но он, кстати говоря, уходит. И теперь уже должны будут ожидать подобных мулов. Команда ОГИ. Они вообще собираются, я так понимаю, сэйвить. Хотя денег... Да очень много у них денег. Они просто хотят выбить соперника и добавиться, возможно. Вы не позволите им ничего засэйвить. Понимаю, что взять раунд будет реально тяжело. 12 500 у манту. При этом последний раунд впереди половины. Действительно, в самом по себе сэйве здесь большого смысла нет. А вот в уничтожении соперника смысл еще какой есть. И, кстати, там идет к нему на прицел Крис. Но Крис разбирается с манту. В общем-то, команда Генжи, скорее всего, засэйвит все, что она захочет. Вот такая первая половина карты Детрейн. Шестикратное преимущество по счету для команды ОГИ. И ребятам остается совсем чуть-чуть, чтобы победить сегодня. И ответить, так сказать. За счетом 2-0 в серии. Половина может закончиться 12-3, как и в прошлый раз. Есть у Генжи все составляющие для того, чтобы цепляться за следующий раунд. И пытаться совершать камбэк в защите. Знаешь, скорее всего, была задача, самое главное, не дать снайперскую винтовку оппоненту в прошлом раунде. Так у них и так авик был. У атаки? Да. А, ну возможно. Последний раунд. Первые половины. Снова медленный раунд от Генжи. Знаешь, Генжи не использует зелень. Зачастую туда ходит максимум один игрок и пытается как-то это залюрковать. Частенько, да, здесь там соло играет. Возможно, это у них хватает. Алекси Би просто частенько туда заглядывает, под какую-нибудь флешку дает два минуса и зелень дальше не используется. Ну тут, зато сотку они регулярно забирают. LG. В смысле... Причем они это понимают. Они понимают, что отдают сотку, но не пытаются ее как-то перезанять. Под флешки. Да, много внимания уделяют точке Б, контролю всяких поджимов и прочего там. Но этого недостаточно, как мы видим. Уже три игрока атаки постепенно проходят под точку Б, на позиции котлов. Кусто раскидывает гранаты в районе точки А, но бомбу, скорее всего, все же будут уносить именно под Б. Также снова есть люркер через зелень, выход через низ. Манту на приеме. Стейпится, чтобы флешку не поймать. Флешку не ловит, зато поймал Аутематика. А второго забрать уже не получается. Но тут Бентета, по идее, должен был уничтожать. Но и этого сделать не смог. Алексей Б также погиб и в меньшинстве остается команда ОУДЖИ. Бомбу в срочном порядке выносят на точку Б. Будут ее ставить. Вот Вальдемар может поймать не лучший тайминг, но все-таки Бентета он схватывает. Минус Зис тут же, который пытался заходить в спину. Кусто Крис вдвоем. На нефти сейчас находится Крис. Сейчас Вальдемар в непосредственной близости. И вот он готовит в спину убивать. Но Кусто остается последний 1 в 3. Им нужно найти все 3 кила, иначе раунд забрать будет нереально. Там уже скоро до бомбы доберутся оппоненты. Так, но только один минус от Кусто в этом раунде. И это 13-2. Абсолютная доминация от коллектива ОУДЖИ в рамках первой половины на пике соперника. Никаких шансов не оставляли. Посмотрим, смогут ли все-таки Генжи вернуться во второй уже через пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. 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 выход через зелень от OG. Automatic пытается это дело все остановить, но его сбривают вот так вот без шансов. При этом BNT нашел фраг Пувальде. Да, это зареализовано. Да посмотри, что делает команда OG. Они просто оккупируют точку B сейчас со всех сторон. Будут ее давить. BNT принимает игроков, которые будут проходить. Ческотерис Пану получает выстрел в спину. Пытается стянуться, но его задергали. С двух сторон его постоянно отвлекали игроки. Атаки сейчас многое зависит от куст. И сможет ли он забрать Алексей Би? Нет, не в этот раз. А дальше уже у того есть полноценное прикрытие тиммейтов. Подключается также Криз и Гзист к этому ретейку. Потому что там уже бомба сейчас будет стоять. Минус Гзист. У него, кстати, была ХАЕ. Ну ладно, тут уже минус и Криз. И остается только куст, который пытается хотя бы один килл найти. Но нет, он будет уничтожен НБКМ, который оформляет квадрокилл. Просто сумасшедший пистолетный раут от OG. Абсолютно всех игроков как-то задергали, знаешь. Оставили вне позиции. BNT уже не знает. Вроде и ЦЗ-шка в упоре. Сейчас могу применить. Забавно, что сама по себе игровая ситуация нервная, да, при таком счете. Так они еще и заставляют игроков нервничать уже вот на протяжении раунда. И это очень сильно выбивает команду Ген-Жи из колеи. Пока что это 14-й. И вот сейчас два скаута плюс МП-9 в распоряжении Ген-Жи. В принципе, такие раунды берутся, ну, часто. Вопрос только, знаешь, верят ли сами Ген-Жи в это. Потому что сегодня ребята действительно... Наверное, они готовы были встретить такое противостояние от OG. А надо было. Скорее всего, присутствовал тот самый фактор, который ты предвещал до начала этого поста. Три что? Когда ты развалил соперника 2-0, 16-5 на трене. Тебе и разбирать нечего. Ты такой, ух. Так, все, следующий точно так же закрываем, пацаны. И круто. Мы уже это делали. Они, кстати, стакнули сейчас на Б. Команда атаки вот-вот выйдет под точку А. Идет только лишь с дистанции, Бентед поглядывает на все это дело. Тут, знаешь, и уже сейв неактуален, потому что вы отдаете 15-й. И зачастую, да, когда не угадывает команда, она все же может уйти на сейв. Тех девайсов, которые имеют на форсе. Но тут уже придется как-то выходить. Втроем. В паровозе. Смотри. Со скаутом Куста первым. Неужели будет дропаться со скаутом? Рил ток. И такой, опа, никого нет. Но все-таки забирает он НМБК в спину. Дальше минус по ИСа. Второго забрать уже тяжело было. Но Бентед отдает свой килл. Тут вообще не пошло у Вальдемара. И остается только Манту с Галилом, который находит один килл. Но в спину было попадание со скаутом. А дальше уже как-то коллегиальными усилиями должны будут с ним разбираться игроки обороны. Вот так вот. Не проконтролили по джимбе. Верх-вниз вообще, для меня верх-вниз это самая опасная позиция в атаке. Ты выходишь на А. Вы уже тут всех убили. Нормально. Вот готовы ставить бомбы. Обязательно какой-то чел выйдет из верх-вниза и начнет вас убивать. Шпион. Да, да. В любом случае был один игрок возле верх-вниза. Почему он не услышал? Он услышал, но скорее всего промолчал. Посмотрю, как тиммейт. В итоге поплатились за это. Шикарная работа от пусты. Точнейшие выстрелы четко в тыблочко. В любом случае, знаешь, верится в камбэк... Ну, не верится. К сожалению, мы будем смотреть. Пока что это экономический от О.Г. Нет, это форс. Они на все деньги закупились. А, форс. Точно. И выход по точку Б. Генжи к этому готовы. Стягивается Аутиматик на помощь своему тиммейту с трофейным АК-47. И всего лишь два раунда отделяет команду О.Г. от победы в сегодняшнем матче. И выход на команду Virtus.Pro. Это противостояние будет зрелищным. А это будет действительно круто. Достойный финал группы. Ну, и еще один достойный финал группы у нас впереди. Mad Lions против Fnatic. Это уже принципиальное противостояние для команды Fnatic. И Mad Lions, я уверен, не допустит тех ошибок, которые сейчас допускает Генжи. Не подготовившись к оппоненту, не дооценив его. Мол, мы их развалили пару раз. Но тут тем временем приемка точки Б жесткая от Аутиматика. Три килла дал. Три хп осталось. Три шага назад. Ну, и три патрона от ИСа, чтобы забрать Аутиматика. Остается вдвоем О.Г. Бомба ставится. И успели ее установить. А это самое важное. И если есть минус по БНТ, то еще и три килла успели оформить. Есть вероятность, и она довольно высока, что О.Г. В раунде закупятся. Денег, правда, маловато будет на бай. Но они могут сделать упор на гранаты-пистолеты с малым количеством марморов и так далее. И просто высыпаться на одной из точек и попытаться повторить успех этого раунда. Если бы Аутиматик три килла не оформил на старте, они бы уже раунд забирали. Эффектно залетело по третьему. Ну и потеряли три девайса. Тяжело даются раунды Генжи. Все трогают лицо. Румейсы. Наверное, все же сделают экономически сейчас, с недефолтными пистолетами. Ах, да. И уже в следующем покажут всю свою мощь. Заходите, друзья, на pinkflash.gj.flashpoint, либо просто по БАНРу по трансляции, что, кстати, намного проще. Вносите от 10 евро и забирайте призы. Розыгрыш сейчас идет шадоу даггеров. Ну и на следующей неделе что-то еще покруче предложит нам флэшпоинт. Кстати, участников не так много, поэтому шансы действительно хорошие. А ножички, я думаю, хочет каждый. Снайперская винтовка. Кажется, если с ними бегать не собираешься, всегда можно будет их превратить в другой нож. Отдать другу? Ну да, мне подарить. Снайперская винтовка от Automatic. Потеряли мы уже Алексей Би в этом раунде. Решил он по звуку ориентируясь открыть точку Б. Пока стягивался криз. Но поймал его Automatic. А вот, кстати, какой твой нож самый любимый? CSGO. CSGO? M9 Bayonet Rust Coat. Такой ржавый который. О-о-о. Я помню, раньше лепил Форест играть с ржавыми ножами. Мне нравится само ощущение того, насколько он опасно выглядит. Что вот ты резанул, даже если не убил, ну там гангрена должна быть. Там заражение крови сразу. Еще мне нравится у... Блин, забыл название ножа, у которого дырка, короче, посередине. На большом пальце крутит. Анимация вот эта прикольная. Она не такая раздражающая, как у бабочки. Вот эта шумная такая. Мельтешит перед лицом. Но анимация самому себе интересная. Так, и появляется АВП теперь для Манту. 14.5. И вот это будет уже хорошая проверка для Генжи. Да, напоминаю, прошлая карта закончилась со счетом 16.5. Прошу трейнер, имею ввиду. Так. Повтор, а тут тематика. Мне кажется, просто немного не... А! Ну да, я понимаю. Это очень, как я сыграл. Да, это сильно. Это того стоило. Еще такой моментик был. Ну Манту ожидает поджим верхний. Под все это дело тиммейты уже занимают котлы. И заставляют кусту стянуться по точку B. Кстати, автоматика дает... Вот зелень. Тут есть уже первый контакт. Бентед пострадал. 48 хп осталось. Но верх-низ не отдают сопернику. В любом случае, игроки защиты закидывают сюда зажигательное, которое не позволяет им пока спокойно на этой позиции размещаться. И заглядывает тут же в верх-низ Гзист. И рядом с ним Бентед. Хотят все-таки удержать верх-низ. Ну а команда атаки будет выходить на точку B. Еще один молик под позиции игроков защиты. Сильно прогорает Гзист. Просто в молик дропается Алексей Би. Но его добирает Бентед. Интересный, красивый мув. Крис разбирается с Вальдом. Не остается только три игрока. Олджи уже два. Кусто хорошо выполняет свою работу под точкой B, уничтожающий и манту. Иса последний. Теперь по нему есть информация. Неплохо. Здорово. И хороший чистый хедшот от Иса по автоматику. Взял авик, взял калаш. Все взял. Пошел брать раунд. Или нет? Давай, решай. 30 секунд через коннектор будет играть... Времени не хватит, мне кажется. То есть нужно вскрывать две позиции. Если он двоих убьет, то... И по таймингам Крис уже должен подозревать, что... Хотя нет, поверили в инфу, но в итоге... Так вот, хладнокровно открывался Иса. И это уже шестое для Ген-Джи. По-моему, экономически должен быть в атаке. Все равно такое давление, да? Когда у тебя, можно сказать, нет права на ошибку. Да-да. Так вот, камбэчить абсолютно каждый раунд по такой игре, которую мы сегодня с вами наблюдаем. Плюс команда ОДжи в любой момент может сделать что-то, ну, дикое. К чему ты будешь не готов. Просто высыпаться на одну из точек под кучу флешек. И вы там останетесь в меньшинстве, допустим. Необычное решение. Два игрока закупаются под ноль. Практически. Иса оставил все же себе 950. Но при этом три тиммейта оставляют экономику на перспективу. И Иса вот так вот на кураже вылетает через верх-низ. Выход по точку Б. Нужно пройти позицию Криза. Времени все меньше и меньше. Там уже должны прийти на помощь тиммейты. Криза тут задергали со всех сторон. В итоге справляется с ним Манту. Три в четыре остается команда ОДжи. Не удалось Дигл реализовать Вальде. 17 хп у него остается. И он, возможно, будет строго под флешки тиммейтов действовать. Но флешки-то постепенно заканчиваются. Манту еще парочку нашел. Ну и вот постепенно Вальде проходит все глубже. Времени у Генжи не то, чтобы супермного. Но они постепенно идут на этот ретейк. Многое, конечно, будет зависеть от позиции НБК. Но лучше бы найти ему пару киллов. Но не удается здесь убить никого. ОДжи проигрывают раунд очередной в атаке на карте Детрейн. Если учитывать, что они взяли пистолетку. Пять подряд. Не ожидали мы такого. Ну а команда Генжи пока идет медленными, постепенными шагами к своему возвращению на карту Детрейн. И вообще в эту игру. Семь раундов уже за ними. Если учитывать, как все начиналось, чем закончилась первая половина, то уже результат приободряющий. Я думаю, здесь дуб командный должен подниматься. ОДжи с хорошим баем, плюс снайперская винтовка для манту. Ну и в целом уже запускает Алексей Би на Олаф. Врывается. А по-моему, не готова к таким таймингам. Должны быть, должны быть готовы к действиям. Ага, а ты, полетел. Но Бентед исправляет его ошибки, забирая двоих, не выживая. Сохраняет за собой позицию верх-низа. Пусть и остался красным, но все-таки важно, что успел отойти. 5 хп у него. По Алексе Би есть информация, по-моему, Куста готов его разбирать. Если тут хотя бы шевельнется куда-нибудь направо. Там, я думаю, Куста уже даже ноги видит. Нет, нет, Куста отошел. Ну, по идее, должен был увидеть ноги, но не хочет скрывать свою позицию. Там просто, возможно, труп закрывает эти ноги. Непонятно. Выход под зелень от ИСы. Математик может поймать не лучший тайминг. Оу, вот это была огромная ошибка. И промах этот может стоить ему раунда. Тут же забирает у Тиматика. Дальше погибает Алексей Би, но ИСы справляется с Кустой. Напоминаю, Бентед всего 5 хп, но их хватает, чтобы забрать ИСу в спину. И манту остается 1 в 2. 45 секунд. Бомба на руках. И Бентед действительно может стать героем в раунде. Несмотря на то, что изначально дал 2 фрага, полностью изменил свою позицию и еще добыл 3. И сейчас он ждет манту. Ты посмотри, он просто выжидает оппонента. Манту выглядывает и тут же квадрокил от Бентеда. Говорили мы о том, что парень очень опасен, но это лишний раз доказывает. Даже с 5 хп находит 2 фрага. Напряженный раунд, обидный промах от Аутематика по зелени, точнее на позицию между. Но в итоге Бентед смог все перевернуть в пользу своей команды. И вот такой камбэк мы с вами наблюдаем. А представь, вот сейчас Ген-Жи забирают карту. Ну, либо на 14, либо на допах. И выигрывают нюк. Ну да, там уже тильт будет какой-то ОУДЖИ. Ну не то, что прям полноценный тильт, но реально это очень сильно расстроит команду ОУДЖИ. Сейчас в самом экономическом пока один килл нашли. Возможно, Вальда и Манту смогут добыть еще один. Например, вот красный Бентед остался. В прошлом раунде он, конечно, развалил, но здесь... Даже будучи красным, находит килл. Он в очередной раз, забирая Вальда, трипл килл от Бентеда. В данный момент лучший по количеству киллов в своем коллективе. Жалко, что его, кстати говоря, мы не видим на экранах. Только 4 игрока Ген-Жи. Бентеда просто в уголок посадили подальше от камеры, чтобы его не видно было. Тем временем преимущество тает на глазах. И ОУДЖи пока что не могут найти свою игру в атаке. Будучи на пике соперника. Да, была безупречная первая половина. Но сейчас нужно что-то придумать. На самом деле неплохая попытка была выйти быстро в прошлом раунде по точку А, да? И в целом там вот постоянно было перетягивание канатов в течение раунда. И не хватило чуть-чуть под конец. В целом можно что-то подобное повторить. Или же все-таки сыграть от снайперской винтовки. Ну, авик есть. Как там по респу, манту, непонятно. Ну, вроде как респ неплохой, но не из тех, с которым ты сломя голову бежишь пикать точку А. Возможно, где-то в другом направлении постарается вам этот авик реализовать. Пока вместе с тиммейтами уходят в район точки Б. И контролирует поджим верхний. Кстати, вероятно, наверху был Крис, но поджимать он и не собирался. Генжи пока что делают ставку на точку А. Гизит возле коннектора. Ну, и Куста решил отдать землю. Приходит на помощь своему тиммейту по точку Б. И неужели О.Г. готовы выходить именно в этом направлении? Ну, пока, видимо, действительно собираются делать раскид и выход Б. Нужно переждать гранаты соперника. Полетели через низ. Приемка от Куста не лучшая вышла. Валда разбирается с ним. Ну, и Крис закрывается на катушке. Постарается пожить подольше. Исса получает по шапке, но справляется с Гзистом. Оформляя хедшот. И путевку в один конец Шведу. Теперь все зависит от того, сможет ли БНТ с этого Буста найти хотя бы килл. Начинает нашивать. Понимает, что лучше отойти. Как там у Криза дела? Найдет ли он минут в ближайшее время? О, Ли пока завис на вагоне. Выпрыгнуть может жестко. Но по ногам получает больно от Криза. Как ни крути. Все меньше времени у команды Генжи. А ретейк нужно будет начинать в ближайшее время. Есть размены один в один. Аутиматик дает килл по НБК. Но Мантук казнит Криза. Тут же падает Вальде. Но времени нет. Нет времени. Это 15-й для ООГ. И в целом 6 матч-поинтов. Вроде неплохо стояли Генжи. Но вот... Ни одного фрага. Игрока за катушкой. И в таких таймингах, конечно, Гзист пытался зайти в спины. Не самое лучшее решение. Судя по всему, что твои тиммейты никакой отпор не дают. Ну почти удалось ИСу убить там. Совсем чуть-чуть не хватит. Вышел на флешку. Попал. Не убил. А была ли флешка у игрока на верхней? Если бы он давал флешку за собаку. И после нее открылся игрок за катушки. То могло бы все быть очень ярко. Но пока что это 15-9. И сразу же две снайперские винтовки появляются для Генжи. Почается Куста. В целом комфортный раунд для ребят. Запускают НДК за красный. Поплезности есть ИСа. Уже находят Гзиста через смоки. Большинство создают. Ответ от БНТ. 4 в 4. Смоки жестко по Кустина стреляли. Тут же падает БНТ. Утематик постарается из-за плента жесткими фликами отработать по игрокам, выходящим в сайт. Но бомба стоит. Алексиби падает. Правда, утематика ретейк 3 в 3. С двумя авиками он сильно осложняется. Отсутствует смоук у команды Генжи. Что тоже не предвещает ничего хорошего. Ну и нужно найти килл. Нужно постараться, например, того же НБК разобрать красного. Поешечка. И НБК. Она мимо полетела. Она до мэйна. И Крис начинает дергать. Викей первым погибает. Дальше открытие от Вальдемара. Знаю, что бомба не дофузится. Но Манту все-таки забирает Криза. Ну и ой, какое хорошее открытие от Вальда. Еще и еще киллы от него сыпятся. Это шестеро. Это шестеро.